Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед», я не останусь здесь. Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня мы поговорим о месте Писания, на котором основана вся моя молитвенная жизнь. Оно мотивировало меня молиться больше, чем что-либо. Осия, 10 глава, 12 стих. Здесь сказано, «Сеете себе в праведность и пожнете плод неизменной любви. Возделывайте свою непаханную землю, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас праведность. Сеете себе в праведность и пожнете плод милости или неизменной любви. Возделывайте свою непаханную землю». Интересно, сколько в вашей молитвенной жизни осталось непаханной земли? Когда-то она плодоносила, а теперь ее нужно снова вспахать. Вам нужно приготовить место для нового урожая и для большего прорыва. Какая-то сфера вашей жизни может стать спящей. Молитвенная жизнь некоторых людей выглядит так. Когда они принимают пищу, то благодарят Бога за еду. Может, даже когда они укладывают детей спать, то молятся вместе с детьми. И это, в принципе, все, кроме неотложных ситуаций. Тут сказано «Сеете себе в праведность». Пора взыскать Бога. Поработайте над своей непаханной землей. Надеюсь, сегодня я задену какие-то непаханные земли. Как понять, нашли ли вы Господа? Там сказано «Искать, пока Он не придет и не зальет праведность дождем на вас». Это значит, что вы изменились. Что-то произошло, и вы получили свой прорыв. Может, вы еще не видите Его, но Он у вас есть. Кто-то понимает меня? Может, вы еще не видите Его, но Он с вами. Я хочу дать вам несколько мыслей об активной молитвенной жизни. Эти 12 пунктов предполагают, что у вас уже есть молитвенная жизнь. Молитва — это разговор с Богом. Активная молитвенная жизнь — это не только благословение пищи и молитвы перед сном с детьми. Нет. Это значит, что вы активно молитесь Богу. Если у вас есть такая молитвенная жизнь, то вот какие вещи будут гарантированно происходить с вами. Номер один. Активная молитвенная жизнь создает духовную власть или выстраивает духовный авторитет. У вас может быть естественный авторитет, потому что вы начальник или офицер в армии, но духовный авторитет или власть — это совсем другой уровень. Аминь. Вы можете быть учителем, иметь власть, быть полицейским, иметь власть. Бывает естественная власть, но бывает и власть от Бога. Я хочу иметь и то, и другое. Одеяние 16.16 говорит нам. Случилось, что когда мы шли на место молитвы, нам встретилась служанка, одержимая Духом Прорицания, которая предсказаниями будущего приносила немалый доход своим хозяевам. Следуя за Павлом и за нами, она кричала. Эти люди — слуги Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь ко спасению. И она говорила это много дней. Но Павел, досадуя, повернулся и сказал Духу, владевшему ею, «Приказываю себе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И он вышел из нее в тот же миг. Если у вас активная молитвенная жизнь, то у вас есть духовная власть. Я думаю, что Павел провел там некоторое время, чтобы засеять ее словом. Он хотел, чтобы, когда он изгонит из нее этого демона, со временем к ней бы не вернулись. Семь демонов еще хуже. Он хотел, чтобы она что-то узнала о Боге. Поэтому он терпел эту девушку, чтобы она успела получить слово. Дабы, когда она получит свободу, она не вернулась к прежней жизни. Я думаю, что демон заставлял ее ходить за Павлом и кричать все это, чтобы показать ее превосходство над Павлом. Она зарабатывала деньги предсказаниями, и у нее это неплохо получалось. Павел начал влезать на территорию ее духовной власти, и поэтому демон в ней хотел поставить Павла на место, чтобы люди переключили внимание с Павла обратно на нее. Понимаете, что происходило за кулисами, но у него была духовная власть, и поэтому он сказал, «Хватит, выходи из нее». Иногда нам нужно уметь распознавать такие вещи, но нужно и иметь власть во Христе. Павел использовал свою власть, изгнал того демона и дал девушке свободу во имя Иисуса. Активная молитвенная жизнь приводит к духовному распознанию. То есть у вас не только есть духовная власть, и вы можете справиться с врагом, но вы и видите, с кем имеете дело. Вы не думаете, что этот человек просто надоедливый, но понимаете, что это демон, который достает вас. Но если вы не думаете, что это демон, то вы не умеете распознавать. Вы должны знать, что враг делает все, что в его силах, дабы доставать вас, расстраивать вас и отвлекать вас от молитвы и использования духовной власти, чтобы вы не воспользовались этой властью. Итак, активная молитвенная жизнь дает вам духовное распознание. Лука, 8 глава, 22 стих. Однажды Иисус сказал ученикам, «Давайте переплывем на другую сторону озера, а мы знаем, кто на другой стороне. Легион. Человек, одержимый множеством демонов». Но пока они плыли, он уснул, а на озере разыгралась сильная буря, и их лодку стало заливать водой. И они были в опасности. Тогда ученики подошли к нему и разбудили его со словами, «Господи, Господи, мы тонем». Проснувшись, он приказал ветру и волнам, ветер утих, и озеро успокоилось. Иисус запретил бури, а это значит, что он увидел за этой бурей козни дьявола, который пытался не дать ему попасть на другую сторону озера. Слово «запретил» буквально означает, что он разобрался с бурей, осудил ее и распознал в ней демоническую активность. Буре пришлось повиноваться, потому что дьяволу пришлось повиноваться также. Иногда вы можете запрещать своей жене или кому-то еще, но если в результате активной молитвенной жизни вы умеете распознавать духовную активность, то вы видите не только то, что происходит снаружи, но и то, что происходит в сфере духовной. Библия говорит, что мы боремся не против плоти и крови. Иногда мы можем сражаться с женой или другими людьми, тогда как наш настоящий враг — это дьявол. И дьявол понимает, пока у вас нет активной молитвенной жизни, вы не умеете распознавать, вы не видите, что происходит на самом деле. Не так ли? Поэтому нам нужно стать людьми с активной молитвенной жизнью. Активная молитвенная жизнь дает вам правильную уверенность. Об этом говорит первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. «И мы уверены в Боге и в том, что если попросим о чем-то согласно воле Его, то Он услышит нас». Вот в чем наша уверенность. Если вы просите Бога о чем-то, что же вы делаете? Молитесь. Вот уверенность, которую мы имеем в Нем. Если мы просим о чем-то согласно Его воле, Он слышит нас и отвечает нам. Активная молитвенная жизнь придает нам уверенности. Я не молюсь. Господь, если это твоя воля, то исцели этого человека. Какая пустая трата молитвы. Зачем так молиться? Вы узнаете волю Божию и Слово Божьего. А потом, от знания Его воли, у вас появляется уверенность. И мы уверены в Боге и в том, что если попросим о чем-то согласно воле Его, то Он слышит нас. Актуальная молитвенная жизнь дает вам правильную уверенность. Я проповедую лучше, чем вы слушаете. Активная молитвенная жизнь дает вам силу. Я редко слышу, чтобы кто-то цитировал этот стих, но если вы посмотрите книгу Даниила, 11 главу, 32 стих, там сказано, «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Люди, чтущие и знающие своего Бога. Они усилятся и будут действовать. Иными словами, покажите мне сильного человека. Нет, я не об обычной силе, а о духовной говорю. «Привет, как поживаешь?» Ну, враг постоянно атакует меня. Это была очень тяжелая неделя, и так далее, и так далее. Библия говорит, что знающие Бога должны быть сильными. Это не означает, что не будет трудностей или противостояний, но при этом вы не перестаете действовать. Знающие Бога будут сильны. Если вы знаете Бога, то у вас активная молитвенная жизнь. Итак, активная молитвенная жизнь дает вам не только уверенность, но и силу. Тяжелые моменты вашей жизни должны быть ознаменованы героическими поступками и победами от Бога. Ваша жизнь должна быть ознаменована свидетельствами и силой во имя Иисуса. И далее у нас идет номер пять. Активная молитвенная жизнь делает вас чувствительным к Святому Духу. Активная молитвенная жизнь делает вас чувствительными к Святому Духу. И снова у нас третья книга царств, девятнадцатая глава, одиннадцатый стих. «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем». «И вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. «Земля, ветер и огонь». Господь говорит, иди наверх, я встречу тебя там. Иными словами, Он слушает, что говорит Ему Бог. А Бог говорит, я хочу тебе что-то сказать, но для этого тебе нужно пойти в другое место. Поднимайся наверх. У Него была активная молитвенная жизнь. Он слышал Бога, сильный ветер, землетрясение и огонь, но Бога во всем этом не было. Затем сказано, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милотью Своею и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья. Это уже совсем другая история, но я хочу донести до вас, что активная молитвенная жизнь делает вас чувствительными к Духу Святому. Иногда мы ждем землетрясения и огня, мы ждем громких трупов, зрелищного, появления ангелов. Но Библия говорит, что Бог в тихом дуновении ветра или в тихом голосе. А вы знаете этот тихий голос? Вы слышали шепот Бога? Библия говорит, успокойтесь и познайте, что Он Господь. Человек, умеющий успокоиться, слышит Господа. Если вы не можете успокоиться, вы не можете познать Бога. Успокойтесь и познайте, что Он Господь. И так вы уже начали возделывать какую-то непаханную землю. Надеюсь? Да, начали. Эта проповедь поднимает вас желание познать этот тихий голос. Бог желает говорить к вам, но мы ждем землетрясения, огня, больших букв на небе. Нет, во время вашего молитвенного времени вы должны прислушиваться к спокойному тихому голосу. Иногда в нашей жизни столько шума, что мы упускаем тот голос, который хотим услышать. Некоторые не могут услышать этот тихий голос, потому что в наших ушах звучит футбол или телевизор или что-то еще. Задумайтесь, а знаете ли вы тихий голос Бога? Активная молитвенная жизнь. Она не скучная, и мне это нравится. Мы пятидесятники. Мы верим в дары Духа, не так ли? Мы хвастаемся своей свободой. Мы очень ей рады. Аминь. Но я хочу сказать, что мы можем стать такими же скучными и унылыми, как все остальные. Послушайте, что Библия говорит в Евангелии от Матфея, шестой главе, седьмом стихе. И когда молишься, не болтай попусту, как язычники, которые считают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Я вырос в католической церкви. Привет всем бывшим католикам. Я помню, как нужно было идти на исповедь. У меня был целый список, но в конце я говорил. Большая часть из того, что я вам рассказал, это вранье, потому что я не знаю, что такое грех. Просто мама и папа сказали, что мне нужно быть здесь. Священнику я нравился, и он отвечал, «Да, Стив, я уже привык к тебе. Просто произнеси десять молитв Деви Марии, и десять «Отче наш». Нужно было повторять столько раз, сколько бусин на четках. Но теперь я могу прийти прямо к Богу и исповедаться Ему в моих грехах. Аминь. Но затем я узнал, что Иисус говорил, что не нужно просто повторять свои пустые молитвы. Я понимаю, что «Отче наш» — это не пустая молитва, но часто она становится для нас такой. Библия говорит, что люди думают, что Бог услышит их из-за того, что они произнесли много слов. Но на самом деле Бога интересует искренняя молитвенная жизнь. Иногда лучшая молитва — это «Боже, помоги мне». Аминь. Пустые, повторяющиеся молитвы. Иногда мы думаем, что молитва — это «Боже, спасибо за эту еду!» Или «Дай моим детям хороший сон». Это хорошо, но молитва — это нечто большее. Повторение — это хороший принцип. Но молитва и знание Бога, Его голос — это нечто большее. Мы идем далее. У нас номер семь. Активная молитвенная жизнь укрепляет веру. Она строит вашу веру. У вас появляется смелость и уверенность, и вы начинаете верить Богу во что-то большее и лучшее. Номер восемь. Активная молитвенная жизнь основана на Слове Божьем. Господь, Твое Слово — светильник на гемории, и свет на моей стезе. Твое Слово — это светильник для моих ног. То есть, вы знаете, куда дальше поставить ногу. Когда вы во тьме, вам нужен свет, потому что вы не хотите наступить на что-то. Аминь. Слово освещает место, куда нужно поставить ногу. То есть, оно показывает, какой сделать следующий шаг. А еще Слово — это свет на моей стезе. Покажите мне того, у кого есть активная молитвенная жизнь, а я покажу вам того, у кого есть направление в жизни. Кто знает, каким будет его следующий шаг и куда он идет. Иногда люди говорят мне, «Мне кажется, что я потерян, и у меня нет цели». Слово Божие — это светильник для ваших ног и свет для вашей стези. Поймите, что активная молитвенная жизнь утверждена на Слове Божьем. Аминь. Мы — люди, которые молятся на основании Слова. Мы провозглашаем Слово. Если вы не знаете, как молиться, откройте Библию, читайте ее и молитесь Словом Божиим. Аминь. Когда я только учился молиться, я решил, что буду посвящать одну ночь в неделю молитве. Вернее, раз в месяц. С 23.00 до 6.00 я всю ночь проводил в церкви и молился. В 23.00 я начинал и был полон решимости. Я произносил все молитвы, которые знал. Молился за всех, кого только знал. Молился за всех миссионеров в мире, за всех, кого я знал, за всех людей, которые пришли к Иисусу. Молился за благочестивую жену. Кто знает, что Бог отвечает на молитвы? Я молился за благочестивых детей, за мудрость также. Я молился с 23.00 и думал, что после всех этих молитв наступило уже 5 утра, но прошло всего 30 минут. Как же я высижу эту ночь, если я помолился уже за все, что знал? Что же я делал? Я открывал Библию. Однажды я открыл ее на истории о том, как евреи переходили к Красное море. Активная молитвенная жизнь основана на Слове Божьем. Я начал читать о том, как Моисей дошел до Красного моря, и Бог сказал «Вперед!». Затем я сказал, «Стиф, тебе нужно кое-что знать». Я начал проповедовать самому себе. Я проповедовал себе и Слово Божьего. «Стиф, тебе нужно кое-что знать. Когда перед тобой Красное море, Бог проложит путь даже там, где его нет». Я стал думать обо всех тех вещах, которым Бог призвал меня. Я начал говорить к себе. «Бог откроет Красное море. Я пройду через него». А когда враги попытаются догнать меня, Бог проглотит их. Затем евреи пели песню. Я тоже начал провозглашать ее. «Воспою Господа». Он сделал великое. Сбросил в море и коня, и всадника. Я благодарил Бога за прорыв и за то, что Он способен проложить путь даже там, где его нет. Я благодарил Его за то, что Он поглощает моих врагов, и за то, что я двигаюсь вперед. А вот что такое молитвенная жизнь. Это не значит просто читать Библию. Моисей подошел к Красному морю, море разделилось, и они прошли. А потом приехал фараон, и он утонул. Хорошая история. Нет, конечно. Она должна ожить для вас. Вы должны промариноваться ею. Так ваша молитвенная жизнь будет основана на слове. Вы можете читать Слово Божие. Можете провозглашать и пророчествовать самому себе. Именно так вы должны делать. Активная молитвенная жизнь наполнена Святым Духом. Это очень важно. Мы должны быть полны Духа. Скажите аминь на это. В книге Деяний сказано, что в горнице все ученики Иисуса исполнили Святого Духа. Церковь, скажите, а вы исполнены Святого Духа? Они лично были исполнены. И далее мы посмотрим с вами Деяния. В четвертой главе сказано, что все правительство и власти запрещали ученикам проповедовать об имени Иисуса. Они говорили, «Прекратите, иначе мы бросим вас в тюрьму». И тогда ученики молились, «Господь, дай нам смелость проповедовать». И знаете, как Бог дал им смелость? Во второй главе они исполнились Духа Святого. А в четвертой главе им угрожают тюрьмой. «Слава Богу, что мы живем в стране, где нам это не угрожает». У меня есть друзья в разных странах, и они каждый день рискуют жизнью. Услышьте меня. Мы часто жалуемся на Америку. Но вы даже не представляете, насколько у нас все хорошо. Поэтому давайте благодарить за это Бога. За все благодарить. Аминь. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет, и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok